Итак, на этот раз я попробую сказать несколько слов на тему принципов работы крупных звукозаписывающих центров на примере первой музыкальной студии «Мосфильм». Сегодня мы попробуем понять, что такое запись большого состава на примере записи нового альбома Петра Налича, и который любезно согласился на то, чтобы его музыка послужила иллюстрацией для этого рассказа. В наше время кажется, что многие проблемы, связанные со звуком, можно решить, даже не многие, а все проблемы, можно решить с помощью компьютера. Я хотел бы рассказать не столько о том, почему разумнее сразу записать хорошо, а не решать потом какие-то проблемы, а сколько вообще посмотреть на те жанры, которые требуют записи в студии. Прежде всего это касается ансамблевого исполнения, которое, как многие музыканты знают, принципиально отличается от записи наложениями. Причем отличается до такой степени, что совместное исполнение фактически, можно сказать, что это другая музыка по сравнению с записи наложениями. И вот сегодня мы попробуем проследить, каким образом это происходит. Прежде я также хотел сказать, развернуть одну мысль о том, что по мере нашего все большего погружения в цифровые технологии, часто мы начинаем смотреть на звук, вслушиваться в звук, как в нечто, что поддается расчету, как что-то, что мы можем исчислить, спрогнозировать поведение. И очень часто можно услышать, как звукорежиссер перед началом записи говорит, я использую те или иные микрофоны, то или иное оборудование, потому что я знаю, какого звука я хочу добиться в итоге. Сегодня я тоже буду, конечно, демонстрировать какие-то свои наработки, связанные, наверное, прежде всего с тем, что я не первый раз записываю этих музыкантов. И, конечно, такие наработки, прошлый опыт так или иначе будет проявляться. Но, тем не менее, мне кажется очень важным, что помимо вот этого взгляда на звук, как на что-то, что мы исчисляем, часто заводится речь о том, что звукорежиссер – это тот, кто работает со звуковыми образами, что это творческий процесс в большей степени, чем технический. Мне здесь видится некоторое противоречие, потому что художественный образ – это, конечно, не то, что мы всегда представляем себе заранее в законченном виде. Более того, это то, что может меняться, причем кардинально в процессе творчества. Соответственно, я не вижу ничего страшного в том, чтобы заявить, что я далеко не всегда знаю, какого звука я хочу добиться. И мне бы хотелось, чтобы этот звук мог изменяться в ходе сведений и даже в ходе мастеринга. Поэтому в большой студии можно помочь себе тем, что помимо разных типов микрофонов можно использовать акустическое пространство в помещении, соответственно, выстраивать разные планы и оставлять себе возможность выбора. Более приземленной причиной, почему так происходит, является тот факт, что если мы посмотрим на наши любимые альбомы, компакт-диски, то мы заметим, что в составе участников, как правило, этот состав не ограничивается одним звукорежиссером. То есть там может быть задействовано порой десяток инженеров. Запись, особенно если это крупный или международный проект, может происходить в одной студии, сведение в другой. И достаточно рискованно говорить о том, что на самом начальном этапе даже продюсер или композитор знает о том, каким именно будет конечный результат. То есть мы можем каким-то образом подступаться к этому. И одним из способов является как раз запись единовременно многих исполнителей, которая оставляет нам возможность смотреть на происходящее, как на уже законченный, почти законченный продукт. Хотя это тоже иллюзия. Итак, сегодня у нас, строго говоря, не столь уж огромный состав. Это не запись Большого симфонического оркестра. Но то, что может быть здесь интересным, это разноплановость задачи. Перед нами довольно внушительная группа духовых инструментов, состоящая из деревянных и медных. Но также есть ритм-секция. Это ударник, басист, гитарист, которые должны быть изолированы от духовиков, но при этом должны играть вместе с ними. Для этого у нас есть акустические кабины для басиста и барабанщика. Но кроме того, в этой же записи участвуют рояль и аккордеон. И рояль – это инструмент, который требует пространства. Но та задача, которая стоит перед нами, заключается в том, чтобы рояль был также разделен хотя бы частично с духовиками. Поэтому мы попробуем понять, как это возможно. Итак, я не могу похвастаться талантом в области черчения и рисования. Но тем не менее, то, что есть, то есть. Это предварительная схема для инженеров, для расстановки микрофонов. То есть у нас будет находиться в зале в оркестровом деревянные инструменты, шесть человек. Валторны, саксофоны, рояль, аккордеон. Изолированы у нас барабаны. Это просто список, соответственно, микрофонов. Бас у нас будет комбик и контрабас. То бас-гитара, то контрабас-гитара. В общем, из-за бокса назовем его так. Так, общие микрофоны зала, общие микрофоны саксофонов Валторн. Ну и, соответственно, всем нужны будут наушники для того, чтобы записать это. И распределены, уже у нас записаны, соответственно, кому какая линия наушников. Потому что при таком количестве музыкантов для мониторинга будет использоваться AUX с выхода пульта. Рояль – это инструмент, который требует пространства зала. Но в данном случае у нас будет компромисс, поскольку у нас по поставленной задаче рояль должен быть не части ритм-секции, но, по крайней мере, на сведении будет чаще взаимодействовать с барабанами, басом и гитарой. Мы его пытаемся отделить в разумных пределах от медных деревянных и ставим две пары микрофонов. Это близкие микрофоны к фирме Brüllinger. И в качестве их амбиенс микрофона будут использованы зенхайзеры модель 800, которые стоят на некотором удалении, продолжая траекторию крышки рояля. Так, что касается расстановки микрофонов на ударную установку. Несмотря на то, что здесь небольшой объем этого помещения, акустик, который проектировал Роджер Дарси, английский акустик, сделал достаточно яркую барабанную комнату, хотя главной целью была всего лишь изоляция ударных от оркестра. И здесь имеет смысл, как ни странно, ставить микрофоны комнаты, микрофоны оверхедные. И более того, вот в этом варианте, ну, так скажем, 50% звука формируется как раз на оверхедных микрофонах. Здесь используется Telefunken 251 через преампы NIF 1073, это очень важно, на которых, в общем, мы и слышим, ну, может быть, за исключением бас-бочки, всю установку. Кроме того, мы видим здесь, что помимо того, что барабанщик левша, еще не очень стандартная у нас получается расстановка самих барабанов, поэтому нет большого смысла ставить широко эти оверхеды, потому что иначе у нас совсем получается с одной стороны тарелки, с другой томы. Вот. И в таком вот более узком варианте мы уже на записи получаем некую сумму барабанов, которая работает. Здесь, помимо бас-гитары, находится контрабас акустический, на нем два микрофона, это AKG C12 и 47 Telefunken. Здесь мы берем линию гитары и, опять же, C12 у нас на кабинете. Для того, чтобы басист видел не только дирижера, но и своего коллегу барабанщика, вот мы можем поставить мониторы, таким образом они хотя бы могут взаимодействовать. Так, ну вот у нас, поскольку в зале нет третьей акустической кабины, мы ищем какие-то компромиссы в случае необходимости звукоизоляции еще одного инструмента. В данном случае гитару мы записываем в таком вот тамбуре между двумя дверями. Практически в шкафу. Значит, здесь у нас не то, чтобы очень много мест, чтобы расположиться микрофоном. Тем не менее, я попробую поставить, кроме традиционных динамического конденсатора на микрофон, на этот комбик я ставлю микрофон ленточной фирмы Coles на некотором расстоянии, для того, чтобы потом была возможность как-то иначе его балансировать и даже панорамировать на сведении. В принципе, это тот случай, когда можно, в общем-то, не в самых лучших акустических условиях записать все-таки приличный звук. Что касается записи духовых инструментов, мы тут используем, опять же, как и в случае с барабанной установкой, мы пытаемся записать их, если не как один инструмент, то, по крайней мере, как единую группу инструментов. И для этого у нас есть ДК-3 используется, 150-е ламповые Нойманы, также, вот уже не один раз вспоминавшиеся, Зенхайзер 800. Это те микрофоны, на которых у нас звучит оркестр, потому что иначе без них у нас все это будет напоминать, в общем, саксофон, который нам в ухо играет. Но, тем не менее, у нас есть и близкие микрофоны, это 170-е Нойманы на дерево и 67-е на волторны и саксофоны, для того, чтобы мы могли индивидуально в каких-то фрагментах все-таки работать с конкретным инструментом. Соответственно, еще для того, чтобы использовать акустику зала, у нас стоят два микрофона роя в качестве общего микрофона только на волторны и только на саксофоны, просто как мономикрофон, но, опять же, то, что я говорил до этого, он позволяет, во-первых, немножко корректировать тембр инструмента без помощи эквалайзера и, соответственно, менять планы, что очень важно. Но, естественно, у нас получается сколько вариантов, то есть, два общих оркестровых микрофона, один общий на группу и индивидуальный, то есть, у нас как бы четыре разных плана, которые как раз могут очень пригодиться на сведении, тем более, что все композиции, ну, если не все, то, по крайней мере, многие композиции будут отличаться. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, еще оборудование, которое использовалось сегодня в записи, это, собственно, единственный стратегический выбор, который происходит, помимо выбора микрофона, это выбор при предусилителе, да, если барабаны мы записывали через преампы НИФ, то Деку-3 мы записывали через Миллению и контрабас с басом тоже. Просто это восьмиканальные и двухканальные предусилители. Опять же, это связано в данном случае с какими-то личными предпочтениями звукорежиссера и предыдущими наработками. так вот, то, что фрагмент можно завести от того, что удалось записать сегодня, соответственно, например, ударные. то, что я говорил про оверхедные микрофоны. Если мы их выключим, у нас очень сильно сразу обеднеет звук установки. Соответственно, вот это телефонкин, это микрофоны Sennheiser 800. Насколько мы можем сейчас в этом качестве это оценить, тем не менее, я думаю, что вот разница без общих и с общими, она очевидна. Будет даже записан на микрофон петличку. То есть, это некий баланс, который у нас есть. Это только микрофон из зала. Вот, например, роеры. Обзорные микрофоны в данном случае саксофонов. Рояль у нас, естественно, присутствует и в зале, хоть он стоит за ширмами. Но вот мы послушаем только DECA 3, как тут звучат саксофоны. Соответственно, это практически уже реверберация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот эти количество разных планов и разных тембров, в том числе и поэтому ставится несколько микрофонов на инструмент, чтобы была возможность их балансировать, соответственно, выбирать один в какой-то композиции, оставлять или подмешивать один к другому. так или иначе, все это позволяет на миксе принимать какие-то разные решения. В ходе записи уже успел человек задать вопрос о том, насколько много дублей сегодня было записано относительно одной композиции. в принципе, конечно, это зависит от конкретного случая, но если какие-то мои предпочтения формулировать, то я не сторонник сотен дублей, если коллектив все отрепетировал, если мы понимаем, что мы делаем, то сегодня, например, только первая композиция, на которой у нас происходила отстройка, мы записали, по-моему, семь дублей. Дальше это уже два-три дубля, из которых мы сразу же выбираем условно говоря рабочий дубль, хотя, может быть, какой-то небольшой монтаж нас ждет, но, тем не менее, как правило, собственно, одним из важнейших моментов этой записи единовременно всех исполнителей сразу является как раз то, что мы можем достаточно быстро понять, какой дубль удачный, а какой нет. И да, я не сказал важную вещь, что сегодня мы писали только часть инструментов, через месяц планируется наложение в силу как технических, так и в большей степени организационных причин наложения струнных, медных инструментов, трубы, тромбоны и хора. Важнейшим моментом собственно записи в студии является, несмотря на все то, что я говорил про творческие процессы, необходимость выстраивания художественных образов и так далее, является временной регламент. То есть мы сразу попадаем в ситуацию, в которой мы вынуждены за сегодня за 8 часов получить некий результат, который нас бы устраивал. И, казалось бы, это временное ограничение должно нервировать, как-то мешать работе, но, как показывает практика, именно ограничение во времени часто улучшает результат, потому что, когда этого ограничения нет, условно говоря, это такая домашняя в плохом смысле обстановка, все опаздывают, растягиваются перерывы, и в итоге, в общем, такой вальяжный, расслабленный подход не приводит к хорошему результату. А в студии, когда все знают, зачем они пришли, и на какое время они пришли, мы можем записать... Ну, вот сегодня получилось тоже к вопросу о дублях, у нас получилось почти два часа музыки, хотя здесь всего девять композиций. Ну, это с учетом дублей, с учетом каких-то вписок, точнее, мы дописывали какие-то фрагменты, вот, но в целом никакого, так скажем, изощренного монтажа не планируется. И, может быть, важнейшим моментом вообще всей этой записи, единовременной записи ансамбля, является как раз то, что мы, собственно, даже не выбор вот этого количества микрофонов, предусилителей и так далее, а то, что мы сразу можем смотреть на музыкальную композицию как на целое, не как на конструктор, который мы собираем из разных деталей, но и принимать решения в том числе даже по аранжировке. То есть, сразу становится понятно, работает эта аранжировка или не работает, или нужно что-то переделать в ней. Мне кажется, что вот этот момент вообще является, может быть, самым главным, зачем стоит записываться в большой студии. что-то, 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 что-то надо делать. Субтитры создавал DimaTorzok